МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре команды и семьи представят нашу область на республиканских сборах Айбен в Караганде. Сегодня детей проводили в дорогу. Изначаль выпуска новости республики. За 4 месяца текущего года в Казахстане более 27 тысяч семей получили квартиры. Об этом на заседании мажориста парламента сообщил заместитель министра национальной экономики Роман Скляр. По его словам, на строительство арендного жилья национальным банкам было выделено 115 миллиардов тенге. Предварительно на строительство арендных жилых домов по программе «Доступное жилье 2020» было выделено 29 миллиардов тенге. В результате арендным жильем будут обеспечены 13 700 граждан, стоящих в очереди в местных исполнительных органах. Из них 7 234 семьи получили квартиры в прошлом году. По итогам 4 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Это по сравнению с 2015 годом больше на 121,6%. По итогам 2015 года в эксплуатацию было сдано 8,9 миллионов квадратных метров жилья. К новостям в городе в семье и назначен новый заместитель Акима по вопросам ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства. Им стал ранее занимавший должность технического директора предприятия «Теплокоммунэнерго» Николай Ушаков. Он уроженец семьи. Имеет два высших образования – бакалавр транспорта и теплоэнергетики. Трудовую деятельность начал в 90-м году сверловщиком на заводе газовой аппаратуры. С 1994 по 2015 годы работал на разных должностях в котельных ТЭЦ-1 и 2, начиная от помощника машиниста котлов до начальника теплоисточников. С 2015 года занимал должность технического директора «Теплокоммунэнерго». Напомним, должность зам Акима города по коммунальному сектору больше полугода оставалась вакантной, как ранее отмечал Аким, ввиду отсутствия достойных кандидатур. «Ушаков Николай Николаевич – это та достойная кандидатура, которая сможет сегодня, ну, с рамка, передать второе дыхание всем тем процессам, которые сегодня проводятся у нас в городе Семей. То должность, которую он сегодня занимает, она достаточно ответственная. Блок вопросов, которым он будет курировать, достаточно серьезный. Я знаю, что это проблемный сектор, это проблемная, так сказать, должность, вакансия. Нигде не бывает легко. Я думаю, что именно с этих вопросов, таких как отдел строительства, благоустройство, подготовка нашего города к зимнему периоду, с этих важных проблем я начну свою работу. Также есть такие важные проблемы и задачи, как программа «Нурлежол», который сегодня осваивается, которая тоже сегодня требует пристального внимания со стороны власти. Вот с этих позиций мы начнем свою работу. Сегодня состоялась очередная третья сессия городского маслехата. В работе сессии принимал участие глава семьи Ермак Салимов. Согласно повестке дня, народные избранники рассмотрели 10 вопросов, касающиеся жизнедеятельности города и региона. Наиболее актуальными вопросами, вызвавшими активное обсуждение, стали предоставление госуслуг учреждениями среднего образования, а также состояние автомобильных дорог и осуществление пассажироперевозок. Выступившая с докладом по первому вопросу, руководитель отдела образования Наталья Фисенко ознакомила депутатов с видами и качеством предоставляемых услуг в школах города. По ее информации, горячим питанием во время учебы было охвачено более 5630 детей из малообеспеченных семей. Кроме того, для 259 детей с ограниченными возможностями была предоставлена государственная услуга по обучению на дому. С учетом отдаленности проживания учащихся, был организован бесплатный подвоз детей к школам. Но так как данная услуга не имеет законодательно закрепленных оснований, то вопрос о подвозе школьников остается открытым. Мы, в общем-то, пытаемся, будем все-таки готовить еще раз постановление, чтобы, потому что это такие поселки, как поселок Степной, Бобровка, дачные массивы, Восточный, вот в 34-ю подвоз осуществляется, в 38-ю, то есть это окраинные школы, из городских окраин, кто проживает далеко кому добираться до школы. Ну вот законодательной базы на сегодня нет, это проблема. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Сиргазинов, в этом году на ремонт дорог из местного бюджета выделено 256 миллионов тенге. Из них 56 миллионов направлено на ликвидацию ямочности, а 200 миллионов на текущий ремонт. Также подрядными организациями ведется устранение дефектов на дорогах, где в 2015 году был выполнен капитальный и средний ремонт проезжей части. Критику депутатов вызвало состояние дорог по улицам Мичурина, Чемкенская, Льва Толстого, Красина и Дальняя. Также без внимания не осталась проблема работы общественного транспорта в вечернее время. Как выход из ситуации предусматривается установка на автобусах системы GPS, которая позволит контролировать движение пассажирского транспорта. Мы уже будем мониторить полностью наглядно на экранах и, соответственно, жестко принимать меры к перевозчикам, которые не доезжают или сходят с линии после определенного по времени, по режиму. Далее в рабочем порядке народные избранники заслушали отчет Акима-Достыкского сельского округа, утвердили границы и положение о количественном и персональном составе территориальных советов местного самоуправления, а также персональный состав межведомственной комиссии по определению и выдаче субсидий на развитие семеноводства. В завершении сессии депутаты Маслихата рассмотрели ряд организационных вопросов. По всем пунктам повестки дня были приняты соответствующие проекты решений. Сама Секенов Ельжан Макзумов, Служба новостей семей. Сегодня в стране отмечается День профсоюзов. Эта дата утверждена в прошлом году решением Исполнительного комитета Федерации профсоюзов Казахстана. В связи с чем в городе прошло специальное собрание. В честь профессионального праздника за круглым столом собрались руководители профсоюзов городских крупных предприятий и учреждений. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы их деятельности. В последнее время значимость работы профсоюзов повысилась. Они стали мощным органом по защите человеческих прав и интересов. Президент Арсултан Азарбаев поручал уделить большое внимание участию профсоюзов формирование социальных отношений, урегулирование трудовых споров, повышение правовой грамотности работников. В связи с чем и в семье уделяется внимание оздоровлению членов профсоюзов и их детей, защите труда и техники безопасности. На сегодняшний день по семейскому региону насчитывается более 30 тысяч человек, входящих в состав пяти отраслевых профсоюзов, а также профсоюзов крупных предприятий. Основная деятельность, как я сказал, это защита каждого работника, его трудовых и социальных интересов. И кроме того, конечно, один из вопросов, это у нас социальное партнерство, в рамках которого мы три стороны, это работодатели, профсоюзы и Акимат, проводим свою работу, в первую очередь по стабильности в наших коллективах. Что такое коллектив? Коллектив – это ячейка общества, поэтому и стабильность, если в коллективах, то если нет каких-то трудовых споров, конфликтов, то в целом, значит, и спокойствие, и спокойная работа наших дружеников. В Казахском гуманитарно-юридическом университете прошло вручение дипломов выпускникам информационно-технического факультета. Надо сказать, что некоторые из выпускников решили дальше работать по своей специальности. Многие выбрали для себя сферу научной деятельности. Студенты факультета являются победителями и призерами различных международных республиканских областных научных конференций и олимпиад. Среди них также есть президентские стипендиаты. Как отмечает декан информационно-технического факультета, сегодня в учебном процессе используются современные инновационные технологии. Мы верим, что наши выпускники станут очень хорошими специалистами. Для этого в нашем Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете созданы все условия. В этом году информационно-технический факультет Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета окончили 200 студентов, из них 20 на красный диплом. Когда ты приходишь в первый класс, уже ребенку говорят, вот ты будешь обучаться, надо получить высшее образование, ты будешь достойным гражданином, и вот этот момент наступил, столько времени мы ждали, и это очень радостное событие. Хочется сказать огромное спасибо всем студентам нашим, родителям за выбор нашей специальности, за выбор нашего вуза, что они доверили нам своих детей. Некоторые из выпускников решили дальше работать по своей специальности, другие планируют продолжить обучение и заниматься научной деятельностью. Надо сказать, что 75% выпускников прошлого года трудоустроены и работают по своим специальностям. Сама Цикенов, Аяулум Омербаева, Ельжан Макзумов, Служба новостей семей. К другим новостям, в семье планируется организовать работу теолога и психолога, которые будут заниматься консультативно-совещательной деятельностью и проводить разъяснительную работу по религиозным вопросам от областного центра изучения проблем религии. Но прикреплены они будут к городскому отделу внутренней политики. Об этом стало известно на очередном заседании Совета по связям с религиозными объединениями при Акимате. Как сообщил руководитель отдела внутренней политики Айдар Садырбаев, учитывая огромную роль интернета, материалы антитеррористического содержания размещаются в соцсетях. Также вводится практика одномоментной рассылки информации через WhatsApp. В целом религиозная ситуация по региону стабильная. Фактов дестапилизирующих общественно-политическую ситуацию на религиозной почве нет. Но тем не менее нужны дополнительные средства, силы и кадры для усиления профилактической и разъяснительной работы. В этом и призваны помочь теолог и психолог областного центра изучения проблем религии. Никому не секрет, что специалисты данной категории, они очень востребованы. В городе семьи имеются теологи, которые проходили обучение и в республике Казахстан, и за ее пределами. Но тем не менее город нуждается в специалистах широкого профиля, которые могли бы разъяснить или же сравнить, сопоставить ту или иную религию, дать исчерпывающий ответ на запросы со стороны граждан. Семеи проводили в путь участников республиканских молодежных сборов Айбен. В этом году они приурочены 25-летию независимости. Четыре команды семьи будут отстаивать честь не только нашего города, но и всей Восточной Казахстанской области. Демонстрируем мастерство в военно-прикладных видах спорта. Республиканские молодежные сборы Айбен в этом году проводятся в поселке Спаск, Карганды, с 13 по 18 июня. Инициированное Министерством обороны впервые в прошлом году, это спортивное мероприятие нашло свое продолжение и в этом году. Важность военно-спортивных сборов особенно высока, учитывая актуальность этой темы в последнее время. Потому что сегодня военно-патриотическое воспитание является проблемой номер один среди молодежи. Наша задача привить детям в стенах нашей школы любовь и уважение к родине. Для участия в сборах были отобраны сильнейшие представители. Это команда вузов от имени военных кафедр, от специализированных учебных заведений коллектив мужского лицея Жесулан, а также команда Айбен из 34 школы. Акиман предоставил участникам три вида экипировки. Дарья Семикопенко в этом году окончила 10 класс. Последние 6 лет активно занимается спортивным туризмом. В будущем хочет работать в военной сфере, поэтому данные сборы очень пригодятся, говорит Дарья. Каждый день тренируемся, каждый день готовимся, разбираем автомат, собираемся, делаем, надеемся, что мы займем первое место. Сегодня всем командам, собравшиеся, пожелали удачной поездки и успешного выступления. Отметим, что в городе на сегодня насчитывается 20 военно-патриотических клубов. В их составе находится более 300 детей. Сауля Байгалиева, Раскуль Мадавасова, Кайрат Кужахметов, служба новостей и семей. В городе проходит традиционный шахматный турнир «Товарищество Силикат». Проводится он пятый год подряд. В этом году в нем участвуют почти 40 заводчан. Впервые к нему присоединились и женщины. В течение двух дней работники выявят победителя. Надо сказать, что предприятие регулярно проводит различного рода спортивные мероприятия, которые сплачивают и оздоровляют коллектив. И с каждым годом количество участников турниров растет. Все эти турниры проходят с большим призовым фондом. Первый приз – это сегодня 100 тысяч, 2, 80, 30, 60 тысяч. Кроме этого, конечно, грамоты, медали. Но не это главное, наверное. Главное то, что мы воспитываем в людях здоровый образ жизни. С главными новостями и другой важной информацией вы можете ознакомиться на сайтах кастырка.кз и семей.тв.кз, а также на интернет-ресурсах социальных сетей. Таковы были новости пятницы. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова